Мужчина, 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 трезвый водитель Очень приятно, пьяный водитель Давайте, пересаживайтесь, поедем, давайте Мужчина, 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 поедем давайте, поедем Куда? Трезвый водитель, говорю А, да, да, поехали Так, где у вас, что у вас, что у вас за автомобиль такой вообще? Сейчас скажу Санг Чонг А почему рулят Рено? Просто на родном руле подушка стрельнула, я поменял на Реношный В ДТП попали, да? Нет, просто стояла, она стрельнула Видимо, на китайский Новый год Санг Чонг, потому что Как завести ваш автомобиль? Очень просто ныряй вот так под руль рукой, ныряй, ныряй Ныряй вот так, да Просто Глубже, глубже ныряй Ныряй, вот как рака достаешь из норки Еще глубже? Да, 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 ныряй Да, 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 ныряй Укусил? Да, укусил? Что это? Это бесключевой доступ к зажиганию Санг Чонг Говорите адрес, куда едем Никуда не едем Что, стоим или что? Да, просто стоим Нет, тупо просто стоять, да? Давай, боремся Боремся У нас еще 7 минут есть, давай Борба! Что вы напились-то? Братан У меня сын родился А, понятно Поздравляю вас Спасибо И жену вашу поздравляю Жену не надо, она не в курсе Слушайте, вызвали бы такси Было бы быстрее, дешевле Не, не, я этим таксистам не доверяю Они ненадежные Они за рулем бухают, как собаки Слушайте, вы откуда знаете? Ну я таксист Кстати, мы сейчас на заказике Я говорю, у нас 7 минут есть Давай, поборемся Борба! Стоп, подожди, стоп Вы что, меня вызвали, чтобы потаксовать? Ну да А что? Не, ну машина же не должна простаивать Не, в ноль работаю, конечно Но вот эти вот рейтинги, звездочки Это же наше все Понятно Что понимаешь? Здравствуйте Такси? Прекрасно Давайте скорее будем ехать Я очень опаздываю в аэропорт О, погнали, вот сейчас Давай, подрули, поехали Подождите А что это у вас в салоне пассажир делает? Я не пассажир А кто? Я водитель А я трезвый водитель Слушайте, нет времени разбираться Давайте поедем Я надеюсь, везти меня будет трезвый водитель Не переживайте, везти вас будет трезвый водитель Прекрасно А плохо себя везти будет пьяный водитель Уберите руки свои Что вы себе позволяете Ненавижу пьяных Поэтому из страны улетаете, да? Все Слушайте, сидите, молчите Алло, алло Да, да, дорогой Уже еду, да, в такси Двумя мужиками Да нет, нет, все нормально Что еще не было? Я перезвоню? Слушайте, успокойтесь Я же попросила, помолчите Извините Извините, заснул Не богу, клянусь, заснул Присесно же такое, да? Слушайте, а можно я, чтобы не засыпать, шансон включу Вы не против? Против Тогда включу дурака и включу шансон Слушайте, а можешь остановить на 5 минут на обочине? Выйдешь, оставишь нас? Наедине, пожалуйста Зачем? Фу, ты не туда сказал, да? Можешь остановить на обочине на 5 минут? Выйдешь? Наедине, не, все Она в курсе Она уже в курсе, понятно Ну тогда рассказывай, что ты Что тебе рассказывать? Ну, истории какие-нибудь интересные Ты же таксист У тебя должны быть истории интересные Да нет никаких у меня историй Как это? А вот это, когда ты приходишь на вызов А там пьяный водитель А ты трезвый водитель И приходит потом деваха садится Деваха такая На твердую, крепкую четверочку Что? Что, неинтересная история, что ли? Неинтересная история А если мы в эту историю добавим ручничка? Я не переживаю, он оторванный. Это ж Сан Чонг. Не бойся, малышка. Не беспокойся, малышка. Ты что делаешь? Фу ты чёрт, что я вас путаю постоянно? Вы что, сёстры, что ли? Что? Стучит кто-то, слышали? Стучит кто-то? Сидите, я открою. Так откроем на скорости. Просто скажи, кто-то есть в багажнике или нет. Есть. Есть. Есть в багажнике. Тогда слушай до конца. Есть. Есть. Твенно нет никого в багажнике. Кто стучит, блин? Откуда? Девушка, это вы там стучите в багажнике? Я вообще ничего не делаю. Слушайте, а как это вы билет на самолёт купили, если вы вообще ничего не делаете, а? А ну подожди, а с нами подожди. У вас есть рассчитаться за проезд? Да всё у меня есть. Я собираюсь рассчитаться с помощью пайпаса. Не-не-не, не пойдёт. Не надо. Вот там у себя на курорте можете пайпаса. А нам, пожалуйста, наличными рассчитайтесь. Всё, хватит. Сейчас вам дам наличные. Давай. Секундочку. Вот возьмите, пожалуйста, деньги. И действительно остановите машину, я другое такси вызову. Подожди, подожди, не останавливай. Не останавливай. Это может быть западня. Ты сейчас остановишься, она тебе третью струну от гитары на шею накинет. Всё. А меня сделать виноватым. Хватит разговора. Вы вообще не понимаете, что я это всё терплю. Я сейчас позвоню. А знаете, кому я звоню? Папе. А папа у меня в СБУ работает, между прочим. Я ему сейчас всё расскажу. Вам конец вообще. Вот тебе ответ на твой вопрос. На какой? Ну ты спрашивал, кто там стучит. Вот она, СБУшная стукачка, собственная персона. Хватит, позволяй. Ну смотрите, вон полицейские вас остановили. Приехали, блин. Только говорю я, хорошо, молчи, всё. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваша машина проходит по ориентировке. Можно документы? Дай документы, пожалуйста. Да чё я? Тебя спросили, ты давай. Чё ж, не морочь голову, дай документы и поедем уже. Ты чё? Товарищ капитан. Да. Вам нужны мои документы? Ваши нет. Разбирайся. А в чём, собственно, причина остановки? Просто нам... Багажник откройте для осмотра. У нас нет багажника, товарищ капитан. Как нет? Вот так вот. Такое конструкторское решение, без багажника. Сан-чон машина. Не-не, туда не смотрите. Там вот эта линия багажника, фломастером нарисованная. Да. Такой эффект присутствия багажника. А что вы мне голову морочите? Я говорю, багажник открываем. Открой ему багажник, пожалуйста. Да нельзя открывать багажник. Потому что... Ты какой водитель? Трезвый. А я пьяный водитель. А там в багажнике связанный, избитый, немножечко грустный, немножко униженный водитель. Живого? Человека в багажник положил или что? Да что сразу живого? Да ничего, реально, что он не стучал. Ты че, понимаешь, ты меня впутал в эту историю? Я соучастник, получается. Не переж... Не переж... Вот смотри. Товарищ капитан. Да. Отпускайте нас, пожалуйста. Мы едем сотрудничать с органами МВД. Нам срочно. Интересно. Каким образом? Дело в том, что мы поймали особо опасную проститутку. Везем ее сдавать. Кому? Какую проститутку вообще? Тихо там, сушара! А ну что? Перестань, перестаньте орать на меня, товарищ полицейский. Ну какую проститутку? Посмотрите на меня. Я вообще в аэропорт еду, опаздываю. Вот, аэропорт. Международную проститутку мы поймали. Слушайте, успокойтесь уже. Что вы выдумываете здесь все время? Тихо, тихо, тихо! Так, подытожим. То есть у вас в машине сидит проститутка. В багажнике связанный человек, а водитель пьяный в дрободан? Не смею задерживать, езжайте. В смысле езжайте? Езжайте, езжайте, все в порядке. То есть вас ничего не смущает или что? Я объясню. Дело в том, что по ориентировке у нас проходит автомобиль Чанган, а у вас Рено. Так что с глаз моих счастливого пути. Точно? Ниссан Чонг. Чанган машина называется. Давайте поедем уже, ради бога. Я опасно по аэрофону. Ставлю вам на три звездочки за обслуживание. Вы мне не подсканяете. Не надо, не надо. Рейдинг для нас. Ну а вообще, вы знаете, если вы путешествуете с женой на автомобиле, то ваша машина автоматически превращается в бла-бла-бла-бла-кар. Итак, представьте, идеальное семейство шли вторые сутки романтического автопутешествия. Вот же Галька мне каже, если я не сдам документы до 16 лет, то она не сможет мне перерахвати ці гроші. А я ці документы уже сдала давно Юру Сергеевичу. О, забула, я ж тебе не рассказывала про Юру Сергеевича. Так вот, Юру Сергеевич – це наш новий комерційний директор. Такий смішний дядько, дуже схожий на сусіда моїх батьків. Ну той, що помер місяць тому назад. Так вот, ця Галька каже, здатні ці документи, а де я її візьму? Думаю, дзвоню до Юру Сергеевича, спочатку на один номер, потім на другий, на домашній жінке. Таня, ти можеш немножечко помолчати? У меня болит голова. Вся голова болит. Ой, у меня десь була таблетка. Зараз, може, я тобі дам спазмол, гонор, фен, номесил, аналіну. Ой, вов, я ж він розказував, як я ходила вівторок в аптеку. Така цікава історія, що це каже. Таня, спасибо, не надо, вже таблетка. Голова пройшла. От і добре, а да, пройшла. Тут, 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 пройшла. Вся, у меня вся голова пройшла. Отже, аптека. Пішла я вівторок в аптеку. Прихожу я в аптеку. А там така дуже цікава історик. Секундочку, моя любовь. Дмитро! 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 А, що? А я... Отже, прийшла я в аптеку, а там така чора, як до сусідки наші. И когда человек командировался, ты знаешь, что соседка в лакаре. Ты можешь 2 минуты помолчать? 2? 2 хвилины? Почему 2? Почему не 1, 1,5, 3 хвилины? Почему не піводина? Самые 2 хвилины. Помолчи 2 минуты. Доброе. А мы на твоем телефоне, или на моем соседке? На моем телефоне я уже засек время. Ты уже включил, да? Да, я включил. Мне уже молчать, да? Да, помолчи, пожалуйста. Доброе. Все, я молчу, молчу. Сколько минут? 15, 20, 25 секунд? Сколько, сколько, сколько? 3. 3 секунды прошло. Что ты со мной так разговариваешь? Все, я на тебе обиделась. А на первый раз прощаю. Ой, Вавиль, я же тебе не рассказывала, как у мимо я героинский холодильник взломался. Ну ты еще на гарантии, в какие после Пасхи она по скидкам брала. Так вот, у меня, Вавиль, это был перепад энергии. Через то, что сусит Валера варил ворота с самодельным сферсией парадом. Таня, ты мне эту историю уже рассказывала. Да? Да. Коли? Вчера во время секса. Дивно. Не помнятала, навіть. Давай просто помолчим, послушаем радіо. Ой, та што послухати, тридеть, 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 тридеть. Заможли послухати. Послушаем песню. Ну, добре, давай, одну можно послухати. Наша ляляк, клевая девчонка, наша ляля-девочка-красавица. Наряд соседи, улица живет, наряд с нашими ребятами. Ты ж медляк поставил? Какой медляк? Ой, Вавиль, давай я тебе краще расскажу, как мы ходили с девчатами в караоке. Вот уж пришли мы в караоке, почали спать золотые куполицы. И зачем я бросил курить? Зачем? Так бы вышел на заправки, закурил и бах! Может быть, просто прикуривателем прижечь язык? А, нет, нет, говорите, она меньше не станет, противно, жебеля ведь начнёт. Просто не слушай, ёбова, не слушай, сосредоточься на своих мыслях, подумай о чём-то приятном. О чём-очём-очём-очём-очём-очём-очём? Отличная погода сегодня, как тепло, какие красивые облака. Ты тащи сам, Митов? Скажи, оттучка шелеворочной лаби где схожи? Скажи, 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 правда, правда, правда? А, что ты делаешь в моих мыслях? А ну иди отсюда! Ты что, сказал? Я нет. Зато я тебе скажу. Это что в тебе на шее? Это что, засос? Засос? Да, засос? Засос? Я тебя пытаюсь, засос? Таня, это кадык. От кого в тебе кадык? Кто тебе поставил кадык? Кто воно? Таня, мне никто кадык не поставил. Я так и знала. Ты зрачуешь меня с одной из моих подруг. Таня, ты словами, ни с кем тебе не изменяю. Дорогая, давай так. Ты поспи часик, а потом меня сменишь. Ну, добре, посплю. Я такий сон бачила. Хочешь, расскажешь? Хочешь, хочешь, хочешь. Ну ладно, слушай. Але сразу попереджаю. Вильник короткий. Поїхали мы с тобою на Кубу. Приезжаем мы с тобою на Кубу. А там на рецепцію нас зустрючает цей. Як его? Чкай, чкай, чкай. Зараз, 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 хвилинко. Хуан Карлос. Хуан Карлос его звати. И представляешь, что Хуан Карлос каже. А вы знаете, немае вильных мест. О, стрекоза на лово помыслі разбилась. Девчь! Девчь! Стрекоза разбилась. Надо помянуть ее минутой молчания. Якщо ти не хочешь зі мною розмовляти, я буду просто вікно дивитись. Да я... Полень, полень. Кульбабка, кульбабка, полень. Люцерно. Полень. Машина на узбіччю. Полень. О, гаїшник. Добрый день. Добрый день. А я сказала ему, а я сказала ему, что где-то за кустом может довбанный гаїчник стоять. А вы меня не слушаете. Он меня никогда не слушает. Но вам ничего не нарушило. Что случилось? Как вас там? Не важно. Я зрозуміла, вы ловите пьяных водеев. Но мне не пьет, честно. Скажу, в последний раз он пил, когда Любка выходила за мяч. А что вы думаете? А вы не знаете, кто такая Любка? Так Любка, это моя сестра. Такого тоди так напився. У него такий токсикоз был, начинай зараз бачить глюпу, то это же я вам честно скажу. Выйдите, пожалуйста, из машины. Спасибо. Я не знаю. Может... Иди у меня. Не надо. Чем мог? Может... Сам. 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 Можешь зацем не поцеловати? Ну давай. Целуй, 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 целуй. Таня, послушай меня, пожалуйста, дорогая, я не могу. Мне психологически сложно целовать человека, который во время поцелуя продолжает меня разговаривать. А что ты мне ничего не рассказываешь? Я тебе все рассказываю, а ты мне ничего не рассказываешь, да? Я хочу послухать, пишись про тебя. Так вот, дорогая, представь тебе, я вчера смотрел финал Лиги Чемпионов, играла Барселона Баварева, мой любимый клуб Барселона, Месси, Неста, Накоплоу, Барси, 100 тысяч людей все болеют, Барса, 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 они проиграли 90 минут, 5-0. То таке.´ А от я недавно такую сумочку бачила червовую зі стразами, за 500 грн. думаю купляти, чи не купляти? Ой Вова, а ты поворот пропустив Ну, что ли? А я тебе сказала что треба було повертатиме направо, но ты меня не слухаешь? Ты меня никогда не слухаешь, ты мовчаешь? Включи навігатор. Я включу навігатор! С удовольствием? Через 200 метрів поверніть направо, не через 10, не через 20, не через 50, а через 100 метров повернете право, ты не туда повернув. А я казала, а я казала теперь, что требу на правое повернути nasal. Выйдем потихать. Добрый, добрый. Я хочу подыхать. Да, в лес пойдем. Пойдем в лес? Ой, круто. Пойдем в лес, да. Посмотрим на белочек. Киночки, поднимемся. Да, на белочек, моя дорогая. Супер. Да, на белочек. Есть. Посмотрела на белочек. Добрый день. А вы бог? Вы точно бог? Вы тот самый бог, что на небе все всех чует? А для вас только Христос воскресе. О, Боже, а что вы после? Слушайте, я до вас воскресе. Для большинства украинцев Новый год это самый любимый праздник. А для таксистов новогодняя ночь вдвойне. А если быть точным, то по двойному. А иногда даже и по тройному тарифу. Смотрим. Третий час ночи ни одного нормального заказа нет. Знал бы, дома бы сидел, танцы со звездами смотрел. Или что там в Новый год смотрят. Не знаю. Я же уже 20 лет таксую без перерыва в Новый год. Опа. Так. Белорусская 1, едут Белорусская 7. 300 гривен. Ага. 300 метров за 300 гривен. Ищи, лоха, слышишь ты. Давай повышать, злобяра. Давай. О, 400. Пошло дело. Давай. За 450 поеду. А ну, давай. О, 450. Давай, давай. Повышай, повышай. За 600 поеду. Давай. О, 650. Иди сюда, мой хороший. Падла, перехватил кто-то. Лен, на тавре я такой шустрый, слышишь? Станислав. Чтоб ты заглох, Станислав. О, Герцена 13, сечевых стрельцев висим. 700 гривен. Бинго. Бинго. Так. Алло. Машинку заказывали, ехать будем? Да. Только это. У меня, значит, красный ланос. С черной дверью, желтый бампер. Не запомнили? Ладно, просто запомните. Серый ланос под грязью все равно не видно. Да. Да. Только, пожалуйста, вы можете подойти на Белорусскую один? А то у вас там на Герцена 13 заезд хреновый. Я дольше петлять буду. Да, я на аварийке тут стою. Ага. Да. Сколько идти? 7 минут? А, хорошо, ладно, подожду тебя 7 минут. Минута простой, опять гривен. Давай. Вот, конечно, дает, а. О! Ха! Ха! Шо? Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Левовская площадь, 800, шеф, едем? Конечно, едем за 800 гривен. Садись, давай. Садись, садись, давай. Я смотрю, ты уже тепленький, да? Давай сразу рассчитаемся, а то я вас кидал, знаю. Давай. Воздух, нет, сколько? 900 гривен, давай. Тариф такой, давай, давай. Под расчет, с Новым годом, с Новым счастьем. Спасибо, поехали, ладно. Да что ж такое? О, это... Да, я сейчас подъеду, серьезно, я дольше петлять буду, серьезно, да. Сейчас еду, ага. Кошмар. Ну, поехали, ладно. Навигатор, ты что? Ну, шеф, не знаешь, где наркотиков взять? Ты что, совсем, что ли? Какие наркотики? Извиняюсь, извиняюсь. Ну, и что молчи? Я спрашиваю, какие конкретно наркотики надо? Не знаю, там трава, например. Трава! Трава, наркотик, вообще, слышу, говорит. Запомни, сынок. Наркотик, это когда ты машину вообще везти не можешь. А я, как видишь, могу. О, как раз приехали тебе на Львовскую площадь. О, супер, спасибо, шеф, с Новым годом, с Новым счастьем. Э, а расплатиться? Сколько? 950 гривен. У меня тысяча. Где я тебе сдачу возьму, а только вы? Все, все, поздравим вас, с Новым годом, с Новым счастьем, шеф. Хорошо. А подожди, стой, на, визитку возьми. Спасибо. Да, да. А подожди, э, 50 гривен за визитку. Давай. Держись, с Новым годом, с Новым счастьем. Да, подожди, с Новым годом, с Новым счастьем. Да. Что такое? Алло. А, предзаказ на завтра? Ага. Так, куда едем? Это, это, это что, улица такая есть? Это в Киеве вообще? Ой, не надо. Конечно, я знаю, я коренной киевлян, я уже полтора месяца в столице. Вообще. Хорошо. Что? Сейчас. Да, поместится 12 человек. Что-нибудь. Конечно, да. Все, до свидания. Ага. Да, ё-моё. Алло. В аэропорт? В новогоднюю ночь? Конечно, поеду. Какой тариф? Давай так, чтобы по-людски, по-божески. Давай, вот ты ключи от хаты мне свои и подаришь, и разойдешь. Я трубку взял, бросил. Слушай, ну не народ, а жлобье какое-то, в конце концов. О, так, что тут? О, как раз, смотри. Львовская площадь. Елена, 700 гривен. О, отлично. Ну что красиво, поехали готовиться. Заказик принят. Ай, ё-моё, тут комфорт. Класс комфорт, класс комфорт. Вот, ладно, сейчас, 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 сделаем тебе класс комфорт. О, вот так будет тебе, а то и сейчас будет. Я заказывала комфорт, на тебе комфорт. Здравствуйте. Здравствуйте. На Крещатик 15 вы? Да, конечно. Прекрасно. Садись, красивая довезу тебя, если спешишь. Поехали уже. Да, хорошо. Я не понял, вы в зеркало будете смотреть? Я для кого стараюсь? Ой, вы что-то сказали? Эм, девушка, а можно сделать вам комплимент? Ну, сделайте. Ох, такая задница на этом сиденье ещё не ездила. Слушайте, вы что себе позволяете, а? Что я себе позволяю? Можно тут 80 ехать. Что я себе позволяю? Да я не переживаю, сколько тут можно ехать. Вы меня до места назначения главное довезите. Довезу, не переживайте. И навигатор, пожалуйста, включите, а то я вас знаю. Будете сейчас меня кругами по счётчику возить. Хорошо, пожалуйста. Маршрут прокладано. Ничего себе, а что это за маршрут? Шоу. А, а там просто ремонт дороги, там объезд. В объезд поедем. Да? Через Белоруссию? Ой, извините, да, действительно, навигатор тупит. Через Литву поедем. У вас загранпаспорт с собой? Издеваетесь вообще? Какой загранпаспорт? Ой, господи боже мой, что это у вас? Сейчас, заглохло, блин. Блин. Газ закончился. Этот. Не в службу, а в дружбу. Можете толкануть. Я вообще-то в шубе, я вообще-то на Новый год опаздываю. И вообще, я отменяю заказ. Понятно? Сумасшедший какой-то. Чё прям сумасшедший? Лёв, год быка разбыковали все, страшно. Вообще. О, женщина, телефон забыла. Алло. Не, не оставляли телефон. Да этот номер у меня уже 15 лет. Шо такое? Да я не могу с вами разговаривать. У меня вторая линия. Мне по второй линии муж звонит. Шо, таксист. Братушка. Да? Братушка. Пушкина 15. Люби деньги, плачу, отвези по-братски. Пушкин, садись. Спасибо. Пушкина 15. Поехали. Поехали. Так. Подожди. Пушкина 15. Пушкина 15. Это же мой адрес. А ты к кому едешь-то? Не поеду. Не поеду. Ах, не поеду. Не поеду. А я две тысячи плачу. Как не поеду? Две тысячи я плачу. Я понял, понял. Давай две пятьсот плачу. Что ж ты делаешь с каким? Я говорю, три тысячи я плачу. Ты не понимаешь? Нет. Коля, это же твоя жена. Коль. А когда же еще такие деньги заработают? Давай пять тысяч и поехали. Договорились. И часы. Я пешком, да, бегу тоже, смотри. Пять тысяч часы. Платил моих забрать тот человек, нет? Нормальный. Ты посмотри какой, а. Дурак, дурак, зачем тебе эти часы нужны были? Дурачок ты. О, этот с Герцена 13 звонит. Алло. Да, я уже давно тут на аварийке стою на Герцена 13. Да. Вы меня не видите? Так я вас тоже не вижу. Как я вас узнаю? В чем вы это? А, белая рубашка. Бабочка и пиджак со стразами. А зимой в Новый год. Ну тут два варианта, конечно. Либо звезда какая-то, либо ненормальный какой-то. Ну наконец-то, где вы так долго ездите? О, я же говорю, ненормальный. Да, садись. Палац Украина? Палац Украина, садись. Опаздываешь? Очень, опаздываю, да. Очень сильно. Очень сильно опаздывает. Как говорят в придорожном кафе у нас там рядом с домом. Неси в компот. Сейчас быстро от тебя нам чим, брата. Сейчас, нам чим тебя. Да, только ты шапку сними, пожалуйста. Это почему? Ну у меня в машине в шапке нельзя, у меня иконы вообще-то. Видишь? О, не все. Да, не шо ты. Получается у нас звезда. Да? Артист. Звезда, артист. А я полторы звезды. Рейтинг видал мой? Понял? Круто вообще, да. Так ты же этот, да? Это ж ты! Я. Это ты, точно ты. Это точно ты. Мой любимый. Певец мой любимый. Это я. Шо это я? Круг давно умер. Шо ты? Уврешь. Лишь бы соврать у того, в конце концов. Вот диск, видишь, на зеркале висит? Вижу. Это я винника подвозил. А кассета рядом, видишь, висит? Вижу. Зеброва подвозил. Коврик вишу там. Коврик не вижу. Это я Катю Осачеву подвозил. Она себе потом из коврика шляпу сделала. Недавно монатика вез, представляешь? Монатика? Монатика вез! Монатика! Я тебе говорю! Серьезно? Да. Ну чё я чекаешь, я тебе скажу прямо так себе. Но поёт, надо отдать должное. Тоже так себе поёт. Всё, приехали в Палац Украина. Давай, 900 гривен. Так, а можно картой? Какой? Бубновой девяткой ты будешь рассчитывать по картам? Наличку давай, наличкой надо. Ну нет налички, я в концертном костюме вышел. Ты что делай? О! Что? А давайте я с вами выступлением рассчитаюсь. Серьёзно? У меня сейчас выступление дорого стоит. Дорого прям стоит? Да. Хорошо, ладно, давай, иди. Я тебя потом на сдачу ещё в бучу и обратно привезу. Что вы сидите, хлопайте. Не каждый раз для вас монатик поёт только потому, что его в Палац Украина привезли. Дамы и господа, постоянный почти гость нашего квартала Дима Монатик!